Борьба с энергетическим влиянием России на мир продолжается. Санкции действуют и это уже становится заметным. С начала полномасштабного вторжения России в Украину поставки российского трубопроводного газа в Европу сократились на 85%. Европа стала независима от российской энергетики. Но ЕС до сих пор не ввел эмбарго или же прямых санкций против российского газа в рамках нового 11 пакета санкций. Польша и страны Балтии предложили полностью запретить импорт газа из России, а именно сжиженного природного газа. Это та самая сфера, где санкции неощутимы для РФ и фиксируется значительный рост. Но, как говорят эксперты, вероятность затрагивания сферы сжиженного природного газа Европой пока низко. Только в прошлом году страны ЕС импортировали морскими танкерами 19,2 миллиарда кубометров российского сжиженного природного газа, что на 35% больше, чем в 2021 году. Из-за падения спроса уже осенью прошлого года на сжиженный природный газ, когда хранилища Европы уже были заполнены, цены на него упали. Но Россия продолжает зарабатывать с этого РФ. В общем, имеет 51 миллион тонн на год потенциальных новых экспортных мощностей за счет существующих проектов. Расширение торговли российским сжиженным природным газом может компенсировать потери трубопроводного газа в ЕС, а также усилить российское влияние на ценообразование на мировых рынках. И ключевым проектом среди них есть «Арктик-СПГ-2». Что касается арктических проектов, то, безусловно, эти проекты будут скорее формировать хорошую мину при плохой игре. Цель этого проекта – транспортировать и продавать российский газ в еще больших объемах на международные рынки. До полномасштабной войны планировалось, что арктический терминал должен был быть запущен в 2023 году и выйти на полную мощность. Но насколько реализуется этот план, эксперты скептически к этому относятся. Строительство этого проекта. Началось еще в 2019 году. 10% Арктика принадлежат французской компании, 10% – двум японским корпорациям и 20% капитала – китайские. И хоть французы и японцы заморозили свое участие там, пока что не вышли из проекта. Продолжение России и разведки залежей газа в Арктике и увеличение его добычи благодаря экспортным терминалам сжиженного природного газа может увеличить геополитическую напряженность в регионе, привести к милитаризации и разворачиванию новых видов вооружения в самом экологически чувствительном регионе планеты. И санкции тут как никогда важны. Российская Федерация уже имеет полный букет санкций, которые не позволяют развивать нефтегазовые технологии. Компании, которые предоставляют соответствующее оборудование, вспомогательное оборудование, буровое оборудование, средства автоматизации, уже можно пересчитать пальцем. Никто не хочет связываться, очень многие опасаются вторичных санкций. Но для обезвреживания российских планов именно по экспансии индустрии СПГ необходим еще больший набор санкций. Торговый бойкот, отозвание инвестиций и экономические ограничения призваны помешать компаниям с третьих стран вести любой бизнес с российскими компаниями. Украина уже обратилась к Европейской комиссии и правительству США с аргументированными требованиями наложить эмбарго на поставки сжиженного природного газа из РФ и введение жестких санкций. Без нефтегазовой сверхприбыли Россия не сможет финансировать войны, а значит не сможет пошатнуть демократический мир. Следующий шаг за Европой.